Итак, поехали! Поехали на пляж! Поехали на Кока-Бич! Я созвонилась... Вот машинка идет... О, муторная! Я созвонилась с Маргариткой... Ха-ха-ха! Поехали на пляж! Красивой шляпе! Упала шляпа! Упала на пол! Итак, мы сейчас выйдем на скоростную трассу 520 и до пляжа ровно 30 минут от моего дома ехать. Или 50 миль. Итак, поехали! Как странно, приехала за Маргариткой, а ее нет. И телефон не отвечает. И в дверь звонила. Может, ее там кто-то прибил? Уже. Не приведи вас в путь. Уже телефон весь оборвала. Буду ждать. Маргарита! Маргарита, ты мой свет! Скажи, любишь или нет! Если любишь хоть немножко, покажи себя в окошко. Это есть песенка такая. Акулина, ты мой свет! Она ему поет. Как она ему поет? Конопатый рыжий пес! Какой черт тебя принес! Говорила я тебе, рыжий не ходи ко мне! Так, снимаем очки, пошли. Вот это бар. С ресторанчиком. С той стороны ресторанчик. Я тут частенько бывала и частенько отсюда делала видео. Здесь очень много байкеров. Тут это любимое место байкеров. Вот уже сидят два красавца. Ну и понятное дело и семьи, и все прочее. И вот тут постоянно, с той стороны, сколько раз я тут была, постоянно вот там лежали, надо найти, лежали громадные крокодилы. Не вижу пока, не вижу. А то прямо тучами, тучами лежали. И здесь же аэробот вот этот. 20 долларов платишь, собирается компашка там, 5-10 человек. И... Красивый... А? Он плывет. А вон он плывет, ага. И красивый капитан нас везет. Ой, какое солнце сильное. Вон он плывет, красавчик, ага. Их тут кишмя кишит. Если присмотреться, можно найти, они где-то лежат. Они сейчас свои животы греют. Вот это вот не крокодил, нет? Что-то коричневое. Так, а мы с Маргариткой едем на Кока-бич. Остановились посмотреть, помыть ручки и, может быть, пивка хряснуть. Красотень. Please do not feed the birds. Не кормите птиц. Маргарит, пошли! Вон он плывет, плывет прямо на нас. Хочет, хочет попасть в кадр. Ну давай, давай, плыви, плыви, зеленая какашка. Пошли, там фотографии сейчас я тебя сделаю с этим... с крокодилом. Hi! You're here, you're here? Yeah. Иди вон, ложись с красавцем с этим. Пусть он тебе, пусть он тебе задницу кусок откусит. Сядь прямо ему в пасть. Скажем, что он был настоящий, живой. Привет! Василий! Ух, какие зубы. Иди прямо к нему, поцелуйся с ним, я тебя сфотографирую. Вот там можно под мостом пойти погулять. Так, где-то вот тут еще можно было. Тут была дырочка. Hello! Где-то была дырочка здесь сфотографироваться. Уже убрали. Тут была дырка такая с пастью в этом. Ты как будто у него боль... во рту брали. Пойдем, пойдем. Красотень, какая я здесь. Это... Это уже пошел в ресторанчик, да? Зеленая какашка еще одна. Пошли. Пойдем. Ох, как он рычит! Как он рычит! Это он сам... Это он сам... Машины рычат, а и крокодил рычит. Садись, садись, посиди. Сейчас посиди немножко. Посмотри, какая машина! Слышишь, как он рычит? Девочку хочет. Ох, какая красота! Маргаритка, поди искупайся. Пойди поплавай. И вот здесь я ела мясо крокодила в первый раз. Такой же вкус, такой же, как курица, только чуть-чуть более такая резиновая немножко. Ну, в принципе, если бы мне сказали, не сказали, что это курица, я бы села как курицу. Так немножко... С цветом тоже готово? С цветом, но она только обжаренная кусочком. Да, все то же самое. Но как куриная грудка, только чуть-чуть... Как бы она... А вон рыба стоит прямо. Вот стоит рыба. Здесь вон крупная, смотри, какая. И вон подплывает девочка. Услышала рык мальчика. Вон она, вон она плывет. Красотка. Я следила за ней. Не включала камеру, следила, пока она выплывет из-под моста. Где ты, моя кукла? Ну, покажись. Вон она плывет, вон она. Какая подводная лодка. А тут ее ждет. Где ты? Где ты, красавчик? Где ты, где ты? Вон она. Рычала, рычала. Она услышала и приплыла. Давай, милый, пошинимся. Вон она уже рядышком. Вон она, вон она. Глаза одни торчат точно. Сидим с Маргариткой, разговариваем. Она затормозилась. Думает, а ну его нафиг. Потом забеременею, в подоле принесу. Как ты говоришь, с яйцами будет ходить? Не буду с яйцами ходить. Потом буду с яйцами ходить, точно. Вот люди собираются брать этот аэрбот. Сейчас съедили наушники. Сейчас он начнет реветь. Ой, как он заводится, как он ревет громко. Затыкай уши. Поехали. Воснёвский, конечно, рай. Вау. А он как валялся, так и валяется ему по барабану. Они вообще не боятся. Они настолько привыкли к этим уже, к этим звукам. Она ушла под воду, она передумала. Она передумала. И так, это 520-я трасса. Если вы берете 528-ю, сворачиваете на 520-ю на Купобич. И вот под мостом сразу видите вот это здание. Можно на гугле поискать. Краснёвое место. Так что, нельзя было что-то другое, будем обидать такое шумное. Поехали на пляж. Тут-то хорошо, но на пляже же лучше. Фу, что-то я шуток. Аж жарковастенькая немножко сегодня. Аж чуть-чуть взмокла. Фу. Так ты же сказала, что 32 или 35? Я не сказала 32. Я сказала, что сегодня обещали 90 градусов. 90 градусов, это ты меня учила. А ну, еще раз откажи, чтобы на температуру Фаренгейта вычислить из Фаренгейта Цельсию. Фаренгейт, чтобы получить температуру по Цельсию, числа Фаренгейта 1,3,6. Это число делим на 2. Если 90, значит 60. Больше, чем 30. Ну, не может быть сегодня больше, чем 90. Но 35 точно есть на улице. Так, мы сейчас заедем. Сейчас заедем, посмотрим, как люди спускают на бузу. Вот эти вот лодочки. Не будем даже из машины выходить. Просто вот так вот заедем. Красотень какая. Маленький парк. Там туалет стоит. Можно там покушать. Попробуем на лавочке. Тут кругом вода, вода, вода. И тут тоже могут быть крокодили. Я ценила. Я думала, что они на дорогу не вылазят. Да ладно, не вылазят. Еще как вылазят? Они на трассу вылазят. Сколько было. По телевизору сколько раз показывали, когда полицейские вызывали полицейским, что ляжет крокодил на дорогу, перегородит и все. Движения остановились. Нормально. Да. Такую махину звень попробую. По мостику можно прогуляться. Так что тут надо осторожнее. По Флориде надо быть осторожнее, потому что крокодильчик может... Ну, если даже его встретить, не обязательно, что он прям будет нападать, но тем не менее, неприятно когда ты один на один с крокодилом, конечно. Ну что, поехали в воду. Я сделаю вид, что я еду в воду. Скажут, девчонки поехали топиться. Потому что ты назад здесь сдашь? Ну, тогда, значит, тогда не сдам. Все может быть, да? Все может быть, все может статься. Ну, чтоб тебя мне разлюбить, нет, этого не может быть. Вот сюда вот подвозят, задом сдают лодочку, лодочку, как сказать, оставляют на воде, потом машинку отвозят на парковочку и вперед. И все, и поплыли. И все, и поплыли. Все, сколько воды, 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 воды. Охота на аллигатора. А тут, по-моему, в марте месяце объявляется охота, надо купить специальные таги. Как только ты поймала, убила аллигатора, сразу надо прицепить на хвост этот таг. Если не прицепила, тебя поймала, те, что нам больше никогда не разрешат. Все, поехали на пляж. Я тут гуляла кругом и всюду. Все это облазила на своих ножках. Туда поедем, не поедем, не поедем. Поедем съедем. Не так часто мы тут и бываем. Поехали. Поедем съедем. Тяньки красивые. А ты смотри, аллигатор не лежит где-нибудь здесь? Я налево смотри, ты направо смотри. А ты смотри туда, а ты смотри туда. А ты знаешь, что там в нашем районе, где мы живем, я как-то раз шла с магазина и видела нашего озера маленького, ну метра два, ну подросток, молодой. Подросток-динейджер. Лежит на солнышке и загорает. А естественно, я тоже попутная, как я пришла, подошла, посмотрела. Кого-то там они увидели, кто-то там есть. Да. Кого-то там снимает. Пошли, пошли посмотрим. Кого-то там вас снимает. Наверное, под водой сидит. Нажми на кнопочку. Вон, под этим. Есть аллигейтеры? Нет. Это большой? Да, прямо здесь. О, мой бог! Да. Два. Вот это да. Вот это. Маргаритка, пошли ножки помочим. You know what? Don't, don't, don't get any closer. I want her to swim. She wants to swim. О, еще один. Look at this. One more. Пошел, пошел, пошел. Рита, иди в жопу. О, а если свалишься? Ты посмотри на нее. А ну быстро вышла оттуда. Ой, у меня сердце опустилось. Иди, выйди оттуда. Сейчас, не дай бог, покатишься с этой скалы. С этой, с этого. Вон еще, вон еще. Вон, это черепаха или кто? Черепаха, черепаха. Да, вон она. Тортила. Дай ему курочку, дай ему ножку. Маргарита, прекрати вот это вот так рисковать с собой. Смотри, что делает, а? Девчонка. Отойди быстро, выйди оттуда. Вот, и смотри-ка, на хвосте у него сидит это. Он маленький, маленький. И тот плывет. Сейчас, сейчас тот, смотри, на твою кормушку тот плывет. Я. А ну-ка съешь, а ну-ка съешь. Открой, покажи нам пасть. А ну-ка. Рита, иди ты, быстро выйди оттуда. Ты посмотри на нее. Выходи оттуда. У нас есть кекс. Да не дай бог, зацепишься и свалишься. У нас есть кекс, Юда. Кекс есть. А ему бросим кекс. Будет он есть? Конечно. Какой здоровый. И маленький, Юда. Метр пять, так. Вон, вон там еще один. Вон еще один страдает, страдает, глянь. Нет, вон он, вон он. Ох, какой. Ох, какие. Да, это Флорида. Рита, смотри, пожалуйста, подножки. Вон еще один. Офигеть, вот это да. Девочка пытается накормить, ага. Сама только не прыгнет туда. Пошел, 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 пошел. А то они знают, что люди здесь их прикармливают. То они тут, то они тут хучкуются. Давай, ешь ты. А что, он не понимает, да. Он не понимает это. Если мы вонючую курицу бы дали, он бы понял. О, караул. Давайте я сфоткую здесь рядом с ними на фоне. Только это, осторожно становись ножками. Ты и я. Да, хорошая фотография получилась, где ты с мордакой крокодила. Я выставлю, наверное, тебя на заставку на это видео. Да ладно. А чего? Люди не поймут, скажут, что за чурка там, вроде. Как можно туда себе обедать? Нет, в смысле, подумаешь, что там не я чурка, а это. Чурка это. Крокодил. Так и подумаешь. Сучок какой-то там пиплет. Сучок крокодил. Чурка. Ну ты даешь. Ну, тетенька и даешь. А ты заметила, что те были аллигатры зеленые, а это вот какие-то коричневые, да? Заметила? Нет. А те зеленые будут. Тут зеленый был. Видела? Ну, наверное, позеленение от злости. От злости. Тут этих прикармливают, а там их нет. Не прикармливают. Так, выезжая на скоростную трассу. Поехали на кокобич. Мы с тобой поздно сегодня выбрались. Сейчас сколько времени? Ну, лучше позже, чем 3. О, 3 часа мы еще не доехали. Ну, вот мы где-то в половине четвертого доедем, поплаваем пару часиков и домой. И вот 65 час допустимая скорость. Ну, где 65, там и 70, а где 70, там и 75. И вот со всех сторон, со всех сторон, кругом вот эти площади, покрытые водой с растительными. Растительностью. Видно растительность, воду не видно. Все это водой покрыто и все это в крокодилах. Громадные, громадные аллигаторы. 60, давай, 65, давай. Что-то машина не хочет разгоняться. Тут еще парк Клосневый. Ага, вот он. Буртонс, мисс парк, энтеренс. Ой, такой Клосневский парк, не буду заезжать. Я много раз, я когда-то туда приехала, вообще одна, думаю, кушечки мои приехала. Вообще никого в парке не было. А сейчас, по-моему, тоже он пустой, смотри. Вон одна машина стоит. Так, так, жутковато мне так было. Ну, ничего, сама себе погуляла, походила. Все, поехали. Все, взлетаем. Мы при... А-а-а-а, опять желтый свет! Да что ты будешь делать? Только включила камеру. На красивый мужчину, посмотри. Давай, давай, дяденька, загорешься. Ух, какой красивый. Подъем. Итак, полетели по мостику. На взлет, на взлет. Машина идет на взлет. Ля-ля-ля-ля. И сейчас мы... Нет, еще будет... Взлетаем, взлетаем, взлетаем. Тут две реки там надо пересечь. А как-то небо, небо и мост. Небо и мост. Банана-ривер. Дяденька, дай я на ту сторону встану, пожалуйста. Мы по этому мосту туда, а по тому мосту туда. Это только первый мост. Сейчас у нас будет еще один. Это, по-моему, Банана-ривер. А следующий будет Индиан. Я все время путаю, какая из них. Банана-банана. Банана-банана. Ба-ма-ба-ма-ма-ма-ма. Это Мэрид-айланд. Вот такой треугольный островок, красивенький очень. Ой-ой-ой. В трусах красивый, загоревший пенсионер. Трусах, да. Вот так вот. Ну надо же, ну. Холесенький. Ну, я думаю, что... Вот мы второй мост пересекаем. И уже мы сейчас прямо на пляже будем. Разговариваем с Маргаритой. У нее знакомая женщина удочерила девочку из Украины. Муж американец, да? Да. Молодец. Пятилетнюю девочку удочерила. Честь и хвала ей. Дай Бог ей здоровья. И ей, и девочке. Молодцы, конечно, люди. Гриша, она на русском говорит, и на русском, и на украинском. На украинском, и сейчас на английском. В общем, три языка в перевер. Вот ребенку повезло, да? Да. И сразу из детского дома. Представляю, что она в дом попала, да. Она тут и нарадуется, и плюс это у нее все эмоционально, все эмоционально, все эмоционально, все восприятие. Дети ее не понимают, она не может выразиться, пока торгана. А дети быстро учатся, она потом забудет еще. Да, танцы происходят, да, но постепенно. Ой, какая красота! Так, вот это, по-моему, все-таки бананы ребят. Как красиво, когда тут огни горят, вечером, пока серешки. Мама, вечером вообще все по-другому смотрится. Смотри, сколько на парашюте летают. Это они по воде, по воде на доске? Да, да, да. Тут везде можно остановиться в этих кустиках, надавить рыбку. И плавать там можно. И тут очень много дельфинов. И тут даже манати заходят, вот в эти вот воды. Смотри, как их много разрывается. Да, конечно, людям, которые усыновляют деток, это, конечно, честь и хвала. Молодцы. Молодцы, пришел. Стоит своеобразный банк, такой небольшой. Вода, не видишь, эти? И тихо. Вот туалетик. Вот там водичка. Вот туалетик. Езжаем. Езжаем. Тихо, можно попку убрать? Выставился. Краснозадый. И вот оно, мой любимый Кока-бич. Вот она, сказка наяву. Сказка наяву, да. Уж точно. Может, где-то припаркуемся? А там, кстати, есть открытая стоянка, можно нанять. Можно подвинуться чуть-чуть? Спасибо, Клик, большое. А мы всегда с Дугласом, когда приезжаем, останавливаемся в Маккондальдсе. У нас прямо это... Сразу? У нас прямо это, как обезаловка. Ну, мы можем не имять ваши традиции. Пойдем покушаем? Пойдем покушаем. А я уже свернула. Ну, ладно. А, нет. Нет, пойдем покушаем. Здесь что-нибудь есть другое. Нет, пойдем покушаем. Пойдем, Маккондальдс. Сейчас я развернусь. И это, пойдем. Пойдем, пойдем все-таки голодные. Не, ну я сегодня, а что я, кашки утром съела, если вы чуть-чуть и все, а уже 4 часа. Довится, вот женщина говорит, что ей надо. Оттуда раздается голос. Can I help you? И заказываешь, там же проплачиваешь, не выходя из машины, получаешь еду и в машине ешь. Вот, Флориды чекен. Пошли обжираться. Талию поправлять, пойдем. Талия в Италии. Я в Италии. Зала себе печь сэндвич, рыбный сэндвич и маленькую картошку. Сволф френч прайс. Маргаритка тоже самое. Для тебя, Стан. О, бэби. Это ты, Стан, Мэби. А нельзя? Так. Вот это реклама Си Ворлда у нас в Ирландо. Вот моя картошечка вкусненькая. И мой бутербродик рейдный. Присоединяйтесь, девушка. У меня вода в машине. Я все. Она случайно выбросила поднос. И ничего, они их достанут. Нормально. Это мы еще не пили. Это было в Макдональдс. В Макдональдсе можно. Ладно, они найдут. Не беднее, во всяком случае, от двух подносов. Надо было залезть, но что-то мы не врубились. Надо было залезть в мусорник, да вытащить эти подносы. Нет, нет, уже нет. Уже нет. Только выбрасывать. Как ты сейчас на Олю похожа, на свою дочку. Поехали. Все, поехали на пляж. Маргариткой переоделись прямо вот тут. Пооткрывали в машине дверцы. Поставили машину. Вот тут бесплатный паркинг в этом здании. И прямо выход на пляж. Пошли. Прера. Так тебе ждет, так тебе шляпка идет. Спускаемся. У-у-у-у. И вон там внутри виден бассейн. Опять-таки, зачем бассейн, если он стоит на берегу океана? Ой, ветер свистит. Люблю круглые дома. Хотела бы себе построить длинный круглый дом, не такой большой. И чтоб весь был обтянут балконами. Куда не встанешь, куда не выйдешь. Да? Скажи классно. Давай я понесу сумку. Какая красивая красная машина. Ух, ну маленькая. Низенькая. Ну красавица, красавица. Стоит, наверное, дофига больше. Ты разбираешься, что это за марка машины? Корвет. Это Корвет написано. Женщины. Ты разбираешься, какая машина красная. А какая еще? Бог его знает. Итак, пошли. Вот такие листья интересные, круглые. И на них растет как будто виноград. Опять же, мусорники все чистющие, красивущие. Вот они. Кока бич, welcome to you. Приветствует вас. Итак, пошли. Кока бич, welcome to you. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И вот на этих штуках, как будто как виноград растет, сейчас нету иногда вот, когда созревают ощущения. Ага, ракун залез туда Мы его спугнули Дяденька смотрел на ракуна И мне показать тихо, вон ракун Ладно, увидим Не с нашим счастьем, Теньки Не с нашим счастьем увидеть ракуна Прямо красное дерево Вот оно, красное дерево Вот оно Он постучал, постучал, чтобы он выскочил Не боюсь о ваших стуколок Красиво, да? Да Какие красивые деревья А кто там? Ракун А этот А, енот Пошли Так, снимаем тапки Ой, как здорово Сейчас найдем чего-нибудь Ай, песок горячий Ай, песок горячий Ой, какая сказка Конечно, я много раз говорила Кока Бич Не сравнить, конечно, с Майами Бич Сайни Айланд Там вообще великолепный пляж Суперский Там никогда практически нет вот таких волн Форт Ладдердейл Ну почему-то вот здесь, в этом месте Постоянно вот такие вот волны Вот сколько я сюда лет приезжаю И всегда вот такие волны Наверное, это зависит то ли от дна То ли Бог его знает от чего И пляжи шикарные такие И, кстати, на Детоне Бич То же самое Вот это южная часть Только Флориды Вот там такие спокойные пляжи Глубокие С прозрачной водой Здесь всегда такая вода Понятное дело Непрозрачная Расстелились Расстелились, раздеваемся Пошли в воду В воду жаба В воду жабы Это кусочек из этого Из фильма Человек-амфибия Когда он кричал Ихтиандру В воду жаба Когда он заставлял его искать Драгоценные камни Жемчужины Ой, как хочется водичку Ветерочек Твой приятный подбивает Сказка Сказка-сказка-сказка Сказка-сказка-сказка Сказка-сказка Ну, давай Музыку легко включить А вот там вот впереди Порт Канаверлов Не знаю, видно ли отсюда Не видно ли отсюда Такие высокие здания На порт Канаверлов Откуда выходят Прорезные суда Умели, наверное, 5-6 туда проехать В этой порт Канаверлов И обратно на дорогу Через порт Канаверлов Все, пошли попасть Вон Анкарнивал Пошел Либо пошел на... В Мексику Либо пошел... Я Патрубеева узнаю Либо на Багамы просто Есть в Мексику И есть на острова Сейн Мартин Сейн Августин Ой, Августин здесь у нас Господи Сейн Мартин Сейн Томас Ой, как я хочу в круиз опять Маргарит, поехали в круиз Давай поедем Серьезно? Надо хорошую путевочку найти Недорогую поедем Давай Никак наесться не можем Виноград уже едим Я люблю виноград Вот эти сладости Ай, девчонки худеют До свидания До свидания До свидания Назагорались Накупались Наплавались Поехали домой Песочек вообще потрясающий Песочек просто потрясающий Красивый, красивый Ай, какая красота Да? Красота? Ой, как здорово Сегодня у нас какой? 9 апреля, я уже в мае живу Солнце светит Не вижу Сейчас на кого-то наткнусь Я лучше буду задом идти А то пропусти мальчика Мальчишка так посмотрел Две такие тетки Загородили ему дорогу Наверное, испугался Думаю, что они от меня хотят Вот это что такое? Это для сигарет Вот Здесь все такие Крупные, громадные Маргаритка в конце тоннеля Ты моя Хочет одеваться Говорит, ну что же мы с тобой Голые по городу ходим Здрасте Я вот платьюшко надела Полотенечко на себя натянула Сверху, да Сверху голая Сверху голая Вообще ничего не видно Где голая, где не голая Ай, заносит А Маргаритка голая Тро-ля-ля-ля-ля-ля А как ты знаешь, что она электрическая? Вот эта большая? А с чего ты знаешь, что она электрическая? Я знаю, вот эта вот марка Вот эта вот, видишь? Ну? Это марка машины, которая работает но они не все работают на электричестве именно эта машина да именно эта машина на электричестве спорить не буду потому что я не знаю я в этом не разбираюсь как она называется ладно но мы с тобой знатоки мы с тобой чё женщины взять господи кроме анализа по умничали немножко и хватит пора домой говорит такая машина стоит 20000 долларов экономия экономия потому что она заправляется не бензином они по-моему по-моему электро и электро бесплатно заправляются машины нет а я знаю что есть специальные заправки кругом по городу и бесплатно конечно заправка бесплатно электричество так это коммунизм но я вместе плачу 300 долларов 3 часа я плачу 300 долларов каждый месяц за бензин примерно и 20 тысяч долларов а как как она называется машина вот ты мне показала с этими штучками ромбиками 20 тысяч новая вот такая громадная suv обалдеть можно вот это да и говоришь что она бесшумная потому что там нет не двигателя то есть двигатель там есть все равно какой-то это женщины говорят про машины а нас лучше не слушать во два рубика стоят нас сейчас туда быстренько с тобой это пошли пошли бегом отсюда это закончится ты можешь и на работе на бензине понятно понятно пошли забирать мы утверждают что если этот знак то на электричество это просто знак машины есть они электрические если электрические кстати nissan у меня тоже со знаком ниссан у них тоже есть электрические вот она наша машинка вот она наша машин она пошла пошла смотреть электрические машину мы не глупые мы женщины когда женщина говорит когда женщины особенно 2 рассуждают про машины это не потому что мы глупы мы просто женщины потому что ну что может женщина знать о машине все что ну мы знаем что есть колеса мы знаем все есть Мне надо рулить. Мне надо рулить, да. Я, например, до сих пор не знаю, сколько на моей машине этих... Как они называют? Лошадиных сил? Вообще не знаю. Как они называют? Сколько цилиндров до сих пор нет? Мне когда-то писали, мне сын говорил, я забыла. Мне муж говорил, я забыла. Брови стерлась, все стерлось. И мы сейчас не разговариваем про эти... Про эти олимпические машины. Мужики посмотрят, скажут, что вы бабы дуры. Нет, мы не дуры, мы просто женщины. Мы разбираемся о других вещах. А каких? Зато разбираемся о других вещах. Да, мы зато... Зато мы умеем готовить борщи, супы, умеем зарабатывать деньги. Но каждому свое. Не всякие мужчины знают, как вязать, правильно? А мы зато умеем вязать, шить, вышивать. Мы же не спрашиваем, а если сейчас мужики начнут говорить, как это связано? Мы тоже будем над ними хохотать. Это же не значит, что они... Закрой хорошо. Это же не значит, что они дураки. Просто они в этой области не подкованы. И мы с тобой не подкованы. Не подковали нас никакой. Выключаем свет, поехали! Часов не наблюдают. Зачем ты их носишь? Как зачем? Потому что это часы. Ну, а для чего? Тебе что, время нужно? Не боишься куда-то опоздать? Без времени, я никак не знаю. Ну, так на телефоне есть часы. Ну, Олег, я привыкла часы. Ну, конечно, на телефоне тоже. Я помню, когда-то я в юности, боже, как я мечтала иметь часы. Как я мечтала в детстве. Я вижу, иметь часы. Это было нечто. Я на первую зарплату такая дурочка. Купила часы себе чуть ли не за 40 рублей. Я не помню, когда это было. Я совсем была девчоночка молоденькая. Я их поносила несколько дней, положила и забыла про них. Сказала, никогда я больше очки. Это мне было 16 лет. Никогда я не носила очки больше. Я не знаю, очки, господи. Очки-то я носила. А часы не носила. Так, где мои очки? Очки. Вот они, вот они. А то сейчас солнце будет бить в правый глаз. Ну, вы тоже. Мы лежали с дурочки. Маргарита говорит, не выставляй нас таких дурочек. Это, я еще раз повторю, мы не дурочки. Мы нормальные. Просто мы не разбираемся в машинах. Для нас машина это машина. Средство передвижения. А милая, какую ты хочешь машину, чтобы я тебе подарил? Красную. Все. И это говорит 70% женщин. Ну, потому что, ну, редко женщины разбираются в машинах. Какую тебе милую? Она говорит, не Мерседес, не БМВ. Она говорит, красную. Ну, сейчас-то, наверное, уже все говорят, женщины современные. Но раньше такое было, что никто и не говорил. Ну, давайте, пропустите. Водители, водители, водители. Все, вы уезжаем из этой сказки. Скажи до свидания. До свидания, Кокович. До свидания, Кокович. Но мы скоро вернемся. Но мы к вам вернемся. Мы не прощаемся. Ехать полчаса. Если не останавливаться, как мы останавливались на каждом повороте, на каждой подвороте. Да, что мы пойдем по другой дороге. О, да, да, да. Спасибо, спасибо, Маргаритычка. Какая ты молодец. Боже, а я сейчас поперлась бы тут. Правильно. Мы сейчас пойдем по другой дороге. Мы сейчас приедем этот красивый наш Кокович. До свидания, 520-й. Мы на тебя не поедем. Тем более, солнце бьет прямо в глаз. Итак, вот это вот островочек. Называется Кокович. Это маленький, такой узенькая, такая длинная колбаска. Коса называется. Это называется остров. Полуостров. Ну ладно, не будем спорить. Остров, полуостров, Косак, какая разница. Короче говоря, кусочек земли, который находится с одной стороны океана, с другой большая река. И вот тут 20 шагов, ну 30 шагов. Сосра, какая интересная, слышишь? От снега в Амонезе до самого верха вся вот этих вот таких ветка. Представляешь, и высокая высота. А мы сейчас проедем, верните. Такая классная. Время у нас сейчас почти 7 часов. Вообще супер, просто. Ну мы уже никуда, ладно, не буду возвращаться. Можно было, можно было. Давай вернемся, посмотрим. Такая классная. Можно в машине. Тут такое все красивенькое. Тут такое все красивенькое. Ладно, вернемся. Сейчас мы проедем. Сделаем круг почета. Ай, какие пальмочки. Псиса, псиса. Какие пальмочки. И вот если прямо ехать никуда не сворачивать, вот прямо за этими пальмами уже океан. Океан. Ошен. 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 Но часто океан здесь называют си. Море. Я говорю, какое же это море? Почему-то море, да, когда это умеет. Вот ошен, ошен бич, бальвар. И вот это разве можно назвать боливардом? Бальвар. Вот такая узенькая дорожка. Ну поехали смотреть твою сосну. Сосну, сосну. У меня полный нос соленой воды. Да вообще все смотрела. Вон она. Вот стоит какая. Смотришь, с левой стороны видишь, какая. Ага. Вот до низа увидишь, какая. А плохо видно, потому что солнце сильно светит глаза. Ага. Но мы остановимся. Ага. Такая интересная. Надо было с той стороны видеть. Вот еще тоже покажите. Так, а как вот тут нам разобраться? Вот это вот? Да, слышь какая. Ага. Ага. Солнце сильно бьет глаза и плохо видно. Туда было хорошо. К ветке короткая, самая толстая и высокая. Поехали, 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 поехали. Вот так вот. Итак, мы сейчас едем на порт Канаваро. Мы даже сейчас заедем на порт Канаваро. Какие наши годы, правильно? Что у нас, семеро по лавкам там плачут. Могу же сказал, пожалуйста, лишь бы тебе было хорошо. Я говорю, мы поехали до поздней ночи. Я говорю, пожалуйста. Да? Как мы в прошлый раз погуляли с тобой, да? О, мы с тобой как поздно пришли, ага. Да, 20 часов. Гулять, да гулять. Да, конечно, да. А что нам не погулять? Жалко, что мы с тобой остановились, поели в Макдональдсе. Можно было там такой ресторан шикарный есть. На воде прямо. Видишь, ну да. Да, так вот морепродуктов выявили. Мога там красивая. На мыске на ворон. Ну ты же почему-то захотела Макдона. Если честно, я всегда хочу есть. У меня такого нет, чтобы я не хотела есть. Я просто не ем. Просто знаю, что мне есть нельзя. Но у меня аппетит всегда есть. Я даже когда не голодная, я все равно думаю про еду. Я не знаю, это что ли. Голодное детство или что-то такое. Когда я вижу еду, все, я могу встать из-за стола под завязку набитой едой, через пять минут повернуть голову и уйдет другую еду, и снова голодная. Я не знаю, что это такое. Не, ну я, конечно, не ем. Если бы я ела, я бы не в одни ворота бы не влезла. Понятное же дело. Токио. Вот, пожалуйста, вот и Токио. Ресторан тут. Это, наверное, самый район китайский. Какой все красивый. Китайский район. Японский, скорее всего, Токио. Итак, вот мы сейчас подъезжаем к порт Канабару. Это такая островная жизнь. Тут, конечно, людям делать больше нечего, кроме как ходить на пляж, ходить в рестораны, в бары. И, ну и, собственно, больше ничего. Потому что тут никаких ни бизнесов, ничего. Островная жизнь. Ну что ты выставил свой зад? Ну, ну что ж. Так и хочется бы ему влепили. Ну разве ж так можно. Там на повороте стоило. Я поворачиваю, говорю, не поворачиваю. Так чуть-чуть проедь, убери свой зад с проезжей части. Вопросов нет. Эйвис. 7-11. 2.49, тут бензин. Есть 2.29, ты знаешь? Нет, давно не видела. 27. Это где? Я ведь даже заправляюсь. В смысле, месяц назад? Ну, почему месяц? Два месяца? Неделя. Вот смотри, 2.78. Нет, 78 это уже высоко октановый. 2.48, 2.48. Вот 2.48, видите? 2.48, да? Да. Так и... Ну, а ты сказала, 2.28? 2.48. Ну да. Где порт Канавара? Ага, вот он, вот он, вот он. Все, въезжаем. Обережно, обережно, обережно. Такие все красивые, яркие, такие все раскрашенные. Эти магазинчики. Магазинчики, не магазинчики. Тихо, 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 тихо. Мы туда не поедем. Вот он, вот он, порт Канавара. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. 45 миль в час. Ну, давай, расскажи, Маргаритка, как у тебя дела? Как, 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 как живете? Как животик, как живете? Не болит? Как живете, как животик? Не болит, все перекрутило. Ой, еще ехать дофига до порта Канавара. Играю, но у меня есть, у меня есть ракетка большая, от большого Дениса. Я хожу в тренажерный зал, там со стенкой я играю. Вообще я не играю, я правил не знаю. Я просто набиваю руку с тем, чтобы... И опять-таки, ты когда играешь в теннис, у тебя все тело двигается, ручки, ножки, все. Я себе на этой руке такую мышцу накачала на этом теннисе. Так, а где у нас мысль, порт Канавара? А что у них черными этими закрыто? Что у них? А что это у них закрыто все? Странно очень. Вот мы могли бы поехать домой по этой дороге, но мы поедем, заедем в порт Канавара. Заедем, просто кружок маленький, крупочет. Отдадим вот это построили недавно, вот это, видишь, длинное здание такое, как оно похоже, как... На ракету? Да. И вот построили, наверное, где-то с полгода назад, как открыли. Это сделали здесь торговую какую-то плату большую. Вот порт Канавара, вот впереди, вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он. Можно погонять, потому что... Потому что направо нам нужно повернуть. Поехали. Рук почета. И там дальше, и там Джурасик парк. Нет, не так называемый. Какой-то, короче, там парк. Ну, там 6 долларов надо платить, чтобы ехать. Но мы туда не поедем, ладно. Мы поедем по ресторанам. Вдоль ресторанов. Там тоже очень интересно. Но мы туда не поедем. Смотри, какой... Какой сары... Я там еще ни разу не была внутри. Это какой-то визитный центр, по-моему, они сделали. И вот это все будет теперь торговой пладой. Такая красота. Какие молодцы, какие деньги угроханы на все на это. Ну, ну, что-то маленькое такое. Ага, маленькое. Да, тебе так кажется, что оно маленькое. Вот это все недавно было закрыто. Сейчас мы с этой стороны посмотрим. Это как парус. Оно похоже больше на парус. Угу. Ну, дубайский парус. Так. В Дубае тоже так удобно. Эти парусы так удобно. Эксплорейшн Тауэр. Так, нам туда не надо, и нам туда не надо. Да-да-да, с этой стороны видно. Так, вот они, ресторанчики. Все правильное приехало. Да-да. Все правильное, все правильное. Тут дороги не идут? Все правильное. Ну, раз дорога есть, так пойдем по такой дороге, что не будет. Не все же нам ездить тут по асфальтированным. Таким надо покататься. Потом расти-красти-красти-красти-красти-красти. И так. Ай, какие тут вкусные рестораны прямо на воде. Вот сидишь в этом ресторане, кушаешь вкусняшку. И прямо вот эти громадные теплоходы, которые отходят. О, жене-материатор проходит. Какая красота. Сейчас я тут развернусь. Вот тут развернусь. И проеду. В Доле. Как я это место люблю. Оп-оп-оп-оп-оп. Через кусты я не проеду. Тетеньки, дяденьки, осторожно. Осторожно. И вот он сразу. Вот он, море. И вот тут можно арендовать deep fishing. Арендовать. Купить билетик с тем, чтобы поехать на рыбалку. Наловить рыбу. Потом капитан ее почистит. Отделит от костей. Сделает одно филе. Головы и все остальное с хвостами выбрасывает в море. Тут же налетит куча пеликанов. А мы тут пройдем мимо этого. Там-тарам-пам-пам-парам-пам-парам-пам-пам. Раздайся, море. Вот этот ресторан смотрит на водичку. А внутри там как уютно. Как я вот называется. Как уютно, как уютно, как уютно. Тетеньки, осторожно. Дяденьки, осторожно. Мы едем. Осторожно, мои хорошие. Тихонечко, ты хэсенька. Вон следующий ресторанчик. Давай я пойду. Ну ладно. Не захотел меня пропустить. Дядечка. Вот, лобстер тайл на обед 13.95. Вон она вода. Вот там вот сюда, когда отходят, они проходят по этому каналу. Мы когда-то с Мариной тут проезжали, и как раз рыбаки вышли с этого, с рыбацкого судна, со своим уловом. И повытаскали кто что. И маленькая была щука, фур, щука, акула. Это была маленькая акула. Мы нафотографировались с этой акулой. Но она уже дохленькая, конечно, была. Смотри, как цветет бедным цветом. Боже, как же, как же все красиво. Так, ладно. Ну давай, разворачивайся. Ну он выезжает, ты можешь поставить машину на него место. Ты хочешь пойти куда-то? Нет, ну ты, а ты хочешь только проехаться? Да, я хочу проехаться. О чем? Есть мы не хотим. Что нам тут дается? А видео у меня с каждого этого ресторана есть. Я тут везде была уже 150 раз. Акулы, видишь, да? За акулой это еда. Или это рыба-меч или что это такое? Это меч, но вообще акулу подают. Подают? Катран, да? Молодой. Нет, акула настоящая. Мясо акулы. Тут же, если тут живут аллигаторы, тут мясо аллигатора поешь. Акулу поешь, раз акула у нас есть. Вот такое местечко очень популярненькое. Оно малюпусенькое такое, но так много людей здесь, особенно по вечерам. И здесь, конечно, в ресторане надо место заказывать, потому что людей тучи здесь. Вот тоже что-то новое построили, какой-то торговый центр, что ли. Видишь, парковка большая, это новое, потому что от этого не было. Вот оно достраивается, по всей видимости. Что-то будет. Причал навряд ли, потому что там причалов очень много. Это нет, это что-то будет. Это что-то будет. А, терминал, а круиз-терминал, ага. Это новый терминал построил. Ладно, я ошиблась. Я почему-то думала, что приезжаешь на круиз, на парковочку ставится машина. Вон она, новая парковка. Вперед. Ладно, поехали домой. Сказали здравствуй, порт Канаверал. Поехали теперь на Орландо. 528. Орландо, вот оно, да? 528. А, вот оно, вот оно, вот оно, все. Все. Как красиво пальмы смотрятся. Класс. Стойные. Красивые. Итак, вот это уже скоростная трасса пошла. 528. Красавчик. Полиция, полиция за кем-то гонится. А-а-а. Там просто едет. А, он с этими сигнальными нет. Он просто так не едет. Он за кем-то едет. Поднимаемся. Сюда, здесь вот, например. Да, а тут прямо дельфинов куча, да? И под мостом есть проезд. Это как маленький парк. Посмотри, посмотри, как высоко. Задата обалденная вообще. Это мы сейчас будем ехать вот в сторону, в сторону вот этого солнца. Всю дорогу. У нас потом вода. Тут вода. Какая красота. Закат обалденный. И тоже. Он опять ехал. Боже, как красиво. Это дымка какая-то, или мне кажется? Да. Боже, как красиво. Вау, вау. Ой, какой закат обалденный вообще. Ага, не то слово. А, вообще осуществует. Ага, 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 ага. На дыре закрывают, понимаешь? Если бы не было на дыре, а вообще в лесу не было. Красное солнце. Красное небо. Я помню, когда мы возвращались тоже, я сама ехала из Артека, Симферополь. А там, знаешь, как Ай-Медри, да? Подъем, да, перевал. Да. И ты поднимаешься, и у меня тоже тот закат, а вот солнце, вот такое вот огромное, как сковородка такая раскаленная перед тобой прям, понимаешь? Перед самым окном так садиться прямо за дорогу, понимаешь? Вообще супер. Прямо как бы это невероятное очарование. Когда смотришь на полный лунок, глаз оторвать невозможно. Да. И вот именно на закатное солнце почему-то. Тут такое огромное, огромное, ну все, небо, и это когда перевал, тогда дорога уходит туда, где-то, и конца не видно. И оно, это вот солнце садится прямо туда за дорогу, да, вообще. Так, мы едем 70 миль в час. Это скоростная трасса. Мы правильно едем. Правильно, правильно? Да. Так, Толл Плаза, нам на следующий. Нам, нам, нам свернуть там, где тюрьма, правильно? Да. Мы с тобой еще в тюрьму заедем перед тем, как я тебя домой завезу. Я ж когда-то приперлась в тюрьму. Думаю, сейчас, думаю, сейчас как меня остановлюсь. А они подумали, что ты кого-то встречаешь. А я заехала, смотрю, так, дядьки такие симпатичные ходят. Все ходят в джинсовых рубашках. У них где-то вечерняя прогулка была, я тоже с океана ехала. Я так поворотик сделала, я их сняла на камеру. Я приблизила их хорошо. Сняла на камеру. А потом думаю, вот дурная. Думаю, сейчас меня же там по номерам посмотрит, да я могу приеду, скажет, что там дело. Никто не приехал, никто слова не сказал. Может, ты кого-то стучаешь, Люда, какая разница? Ну, нет, ну я приехала и уехала. Я там покрутилась на машине и уехала. Забыла, что завтра выписывают. Не, ну мало ли, значит, все равно. Завтра выписывают, а ты сегодня приехала, раньше времени. Тюрьма, есть тюрьма, и если я туда приперлась, а может, это когда-нибудь там это. Непонятно. Ну, кто-то звонит. Не могу сейчас поднять трубку, у меня сейчас 75 миль в час. Ни с кем не буду говорить. У меня Маргаритка, ценный груз, я за ней в ответе. Правильно говорю? Да, правильно. Мы сейчас приедем, а я уже перезвоню, кто-то мне звонит. Все, выключаемся, потому что... Мы едем в тюрьму. Так, 25 миль в час. Заедем в тюрьму, хочешь? Жених нужен? Да, 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 да. Вообще, все. Почему? Вот она тюрьма, вот она с... Мы сейчас приедем, давай. Чего, мы не раз уже поехали. А никто не бродит. А, нет, так, это административное здание. Там тюрьма с этим, с тюремщиками, там... Дальше? Дальше, да. Что тут хрен, видишь? Смотри, какие нас... Смотри, как нас крутят везде. Завороты. А, нас опять туда поведут. Дочка, разводы, разводка, как ты хотела. Это же не то, чтобы... В России разводок нет. А тут везде разводки. Ничего себе. Смотри, как нас крутили-завертели. И потом вот туда аж. Что не страшно, зато безопасно. Так что в тюрьму поедем? Ну, после рейсинер на дорогу... А вот там какое-то заграждение, да? Нет. Нет, нет, уже доезжаем, все. Напишет, thank you, thank you, написал. Так, ну ладно, сейчас давай зайдем в тюрьму. Тюрьму, сейчас-то по тюрьмам, что ли, ездим? Есть, не все. Тем более американская тюрьма. Так, все, корпорейшн, боливар. Мне нравится этим. Пробег с тюрьмой тюрьмой, шеушеску. Какой? Шеушеску. Чаушеску? Да. Николай Чаушеску? Ну, которого убили. Был этот... Да. Господи, Господи, Чаушеску. Румыния. Президент Румыния. Президент Румыния, а Ше. Ну, не тот фильм, нет? Нет, нет, нет. Это вообще супер-супер-супер фильм. Мне нравится этот фильм. Как гениальный план, какой придумал, как он убежал с тюрьмы. Плюс еще, себе счет открыл, и все деньги перейдутся. О, молодец какой. О, молодец. Молодец. Поехали в тюрьму. Поехали. О, какая классная тюрьма. Это не тюрьма, это административное. А, вот это где мы проезжали мимо? Теперь мы... Это все административное здание. Так мы же тут только приехали с той стороны. С той стороны. А тюрьма сама вот туда, дальше, надо в кусты ехать. Я когда одна приперлась сюда, мне так думаю, боже мой, боже мой, куда я приехала? Зачем я сюда приехала? Смотри. Лорида Департмента Коррекшн. Это центральный. Вау, пошли. А вот мы, вот моя станция. Ну да, а где мы с тобой? А там что-то сверкает на них. Они все, или там что-то... Это теплоэлектростанция, или что? Теплоэлектростанция, да. И вот смотри, сколько надо ехать, чтобы до этой тюрьмы добраться. А вдруг какой-нибудь насильник сбежал? Я скажу, будем давить. Я ему скажу, я ему скажу, Маргаритка моложе и красивее. Я что такая, сразу меня под танк бросаешь, а ты как-то... Не, ну так, а что он дурак, что ли, он сам тебя выберет? Да, да. Да, да. Смотри, кто-то здесь живет, наверное, те, кто обслуживает, может быть. Я бы не стала здесь жить. Потому что иногда бывают случаи, иногда бывают побеги с тюрьмы, и по телевизору показывают фотографии. Вот бывают побеги. Да что, господи, что сбежать с этой тюрьмы? Господи, если тут... Как его... Вот она, вот она, вот она тюряга, вот она вся освещена, как будто это... Итак, мы подъехали к тюрьме. Вау! Вон они тюремные помещения, вон их сколько, бараки. А вон вышки наблюдательные, видишь? Ну, так я тебе о чем и говорила, когда приперлась одна дурочка, а уже деваться было некуда, я должна была уже идти вперед. Я уже пошла вперед. Да, сейчас мы вышки, это что, за ними наблюдают? Конечно, и за нами наблюдают. Десять. Нет, десять. И вот она, тюряга, настоящая, тренинг-комплекс. Нет, я не хочу там тренироваться, ничего. Если честно. Визитор паркин. И вот он, визитор паркин. А туда уже... Я туда подъезжала, прямо туда. А, там уже нет, там уже все. Их уже нет, их на прогулке нет. Везде приехали, мы. На прогулке нет. Они уже поужинали, пошли спать. А ты знаешь, как их тут кормят? Они же себе заказывают еду. Да. Их тут неплохо кормят, говорят. Да, их тут кормят, как в ресторане. Их перенажерные залы. Они получают бесплатное образование высшее здесь. Да, я знаю, что это. Бесплатно. У них тут вообще все. Эта тюрьма, она как у нас в санатории. Лучше даже. Тут у них супер-врачи. У них тут супер-врачи. Тут у них футбольные поля, баскетбольные поля. Это не строгий режим, это такая тюрьма обыкновенная. Поэтому обыкновенная тюрьма, это у них тут есть все опять же. Ладно, все. На тюрьму посмотри. Вот где бы ты еще, подскажи мне, посмотрела на тюрьму? Нет. На настоящую. Нигде, только в кино. Ну. Все, тогда поехали домой. А туда не поедем? Кар-ваш. Туда же можно еще и помыть машину. А, это куда идет дорога? Там же поехали куда-нибудь. Это все равно идет, сколько раньше проволоки. Смотри. Да. Это коридор. Это машина. Хотелось бы взять разрешение, чтобы пройти туда внутрь и поснимать там внутрь. Я когда смотрю передачу, я глазам своим поверить не могу, потому что какая там красота. Как их там содержат. Какая там чистота. У них там все переливается. Души, душ, как положено. Опа, опять приехали куда-то. Ну да там не то, что наше тюрьму. Там им салаты, овощи всякие отдают, и витамины. А как отсюда выехать? И выживают их, и медицина там. А как отсюда выехать? Что-то я опять... Парковка какая-то. Надо было тут есть. А ну можно, вот-вот-вот, все правильно. Вон они, ворота. Нет, это тюряга, вон она тюряга. Вот там, где, допустим, они работают или что-то такое, да? Они не работают? Как не работают? Нет, ты что? Как не работают? Вот так, ты что? Не, ну должны же они что-то... Они днями сидят как бы... Они не работают, ты что? Если их заставят работать, ты что? Я знаю, что многие работают в тюрьме. Тут же тюрьмы, тюрьмы частные. Ты знаешь, что тюрьмы частные? Основная масса тюрьм это частные тюрьмы. Они не работают. У них есть развлечения, там, у них есть кружки, умелые руки, что-то, но они не работают. Их нельзя заставлять работать. Ты что? Почему их нельзя? Я знаю, что видели в фильмах, что они работают. Ну, правильно, если он хочет, пожалуйста... Куда едешь? Если он хочет, пожалуйста, но заставлять работать нельзя. Если что, знаю, что они работают, они обязаны работать. Да ничего. Короче, ладно, открой гугл и почитай. Хорошо. Не-не-не. Все, всем до свидания. Маргарита, скажи до свидания. Я говорю до свидания. Пока-пока-пока-пока-пока. Спокойной ночи нам. И вот хочу показать ненормальная дорога. Тут две разделительных полосы. Мы когда с Маргариткой ехали, вот одна разделительная, вторая. И получается, что... Ну, короче, мы тут... Я думала, что я вообще заехала... Понимаешь, как я тут испугалась? Против движения. Думаю, о-о-о-о! Темно такая, ночь, и я доехала против движения. Вот с той стороны едут машины туда, потом в центре дорога. Туда-обратно, и вот третья полоса вот сюда. Только туда. Да, и получатся две разделительные полосы вообще. Я такого никогда в жизни здесь не видела. И я когда сюда заехала, вечером темно вообще, понять не могу. Смотрю, машины едут здесь, а я, думаю, я, наверное, выехала на встречную. Боже мой, давай разворачиваться назад, текать. А потом оказалось, что ничего страшного, что так оно и есть. И вот они теперь все сходятся в одну, и все. Вот кто такую дорогу придумал, я не знаю. Только что увидели мужик тоже крутился-крутился, вернулся назад. Видно, такой, как я. Испугался, думаю, ну и вон нафиг.